Винт после того, как его отформатировал, немножечко ожил. Данные скопированные, потом на него загружу. Так что вот такие пироги жить будет. А вот этот компьютер, в принципе, можно еще немножко взбодрить. Вместо текущего жесткого диска поставить твердотельный жесткий диск. И оперативки в него докинуть, там, гигов 8. То есть это две планки по четыре. Это его взбодрит. Как рабочий компьютер вполне себе Mac OS его еще использовать можно. Да, возможно, некоторые приложения не будут работать, ввиду того, что MacBook старый. Но можно поискать на просторах интернета предыдущие версии и поустанавливать их, и пользоваться. Офисные продукты здесь все будут работать. Типа там Microsoft Office, Numbers, Pages и вот все подобные. Вот 1S здесь будут работать, RDP здесь будет работать. Так что, ну, в принципе, можно еще использовать. Собственно, готово. Все, компьютер готов. Конфликтующие заменены. Тут смотрим. 8 гигов оператива. Kingston 512. Все, можно пользоваться. Теперь, значит, этому старичку MacBook 2012 года даем настоящих звездюлей. Устанавливаем на нее High Sierra. До этого она запускалась с обычного Leona. И дальше вообще никак не хотела двигаться. Сейчас мы его по-настоящему уже качаем. Теперь уже не только железом, но и ПО. Да, небольшая вставка про стоимость. Кто-то думает, что за обновление ПО это дорого. Но по факту идет уже... Ну, какой там час? Уже четвертый час. Как с этим сижу, колдую. Хотя тут что колдовать? Самое долгое было, наверное, с донора запуститься. Со своего MacBook'а закатать флешку. И на этот ноутбук уже устанавливать.